На базе детского оздоровительного лагеря «Березка» в период осенних коньяков организована профильная смена лагеря для отдаленных детей. Такая профильная смена работает в Пиркуле, в городе Чебоксары. Основным организатором профильной смены является автономное учреждение «Центр мониторинга и развития образования города Чебоксары». В профильной смене ведется и оздоровительная деятельность, и образовательная деятельность. Сочетаются образовательная и оздоровительная деятельность. Работает сейчас в профильной смене находится 75 человек. Они распределены по различным направлениям образовательных областей. Это гуманитарное направление, физико-математическое направление и естественно-научное направление. Отбор детей производился на основании заявок, которые поступили от общеобразовательных учреждений города, но, конечно же, на конкурсной основе. Сюда приглашены в основном победителей и призёры Олимпиад предметных различного уровня, униципального, эскурсовского и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Победители и призёры различных интеллектуальных конкурсов, конкуренции, эскурсов и так далее. А я уже сказала, что ведёт сочетание и образовательной деятельности, и оздоровительной деятельности. Образовательную деятельность ведут преподаватели. Это преподаватели ведущих вузов Чувашской Республики, Чувашского государственного университета, Чувашского государственного педагогического университета, ну и ведущих вузов Российской Федерации, таких как Высшелы экономики, Московский институт электронной техники. Кроме вузовских преподавателей занятий ведут также и самые сильные, самые признанные учителя школ города Чебоксары. Вуз имеет название «Высшая школа экономики». Это некая своеобразная дань традиции. Действительно, изначально вуз задумывался как сугубо экономический. Чем лучше Вы знаете языки, чем выше Ваш балл по иностранному языку, тем больше у Вас шансов попасть на какие-то стажировки. Планы, как ни странно. Расписание, рабочие учебные планы, базовые учебные планы, стандарты. Все, любая информация. Эта поддержка не случайна, ибо сама дирекция по профориентации и работе с одаренными создана для того, чтобы искать, находить одаренных, талантливых детей. И самое главное, создавать условия для того, чтобы ребята поверили в то, что на самом деле каждый, каждый, кто очень хочет, кто готовится и кто не ленится принимать участие в олимпиадах, в творческих конкурсах, тот, в принципе, может любой поступить в «Высшую школу экономики». С другой стороны, я бы еще хотела добавить, что мы, как преподаватели, очень заинтересованы в том, что приходили в «Высшую школу экономики», вообще учиться дети, которые хотят получать знания, которые хотят развиваться, которые хотят получать знания от нас, и в принципе, которые привлекли инициативу. И здесь очень, так сказать, нам полезно действительно и приятно увидеть людей, у которых горят глаза, детей, которые хотят учиться, которые хотят получать знания, и с которыми действительно приятно работать. Потому что когда ты видишь, что есть интерес к науке, есть интерес к знаниям, есть интерес к предмету в любой области, в которой бы не было, тогда и работать хочется, тогда ты понимаешь, что ты растишь действительно профессионала, будущего специалиста, который будет и развиваться потом, И может быть что-то дополнительно обучаться, где-то изучать. Но вот первый задел, когда ты работаешь не впустую, не зря, ты понимаешь, что ты вкладываешь что-то в головы. И потом, может быть что-то забудется, может быть что-то наоборот будет еще развиваться. Но тогда ты понимаешь, что ты не зря работаешь, ты не зря тратишь свое время. И это действительно приятно, когда ты приезжаешь и видишь, что дети действительно интересные, яркие и вот такие заинтересованные в первую очередь. Ну, наверное, действительно, инициатива положительная и заслуживает всяческой поддержки. Я думаю, что, наверное, это был первый этап, начало данного совместного сотрудничества. Будем надеяться, что в дальнейшем это все будет продолжено. Мне кажется, что вообще действительно очень правильная инициатива. И я считаю, что нет ничего ценнее личного контакта между учеником и учителем. И в данном случае действительно важно, чтобы одаренные дети посмотрели бы на живых ученых, скажем так. Чтобы они увидели действительно людей, которые могут их заинтересовать предметом. И чтобы с этого дальше пошло какое-то дальнейшее развитие, какая-то, может быть, совместная работа. А главное, чтобы заметили, что мы тоже люди. Потому что очень часто у школьников, особенно, так сказать, у людей, кто очень сталкивался с вузами, с учеными, с наукой, так скажем, есть представление о том, что ученый такой бородатый дядь, как он висит на портрете, да, где-нибудь. Или на обложке книжки. Да, 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 да. Или на обложке книжки. И что, пускай, он очень пожил, очень умный. И к нему очень страшно поступиться. И что я заведомо не соответствую, там, как ребенок, вот этим каким-то стандартам. И с кем вообще, как я буду с ним разговаривать, как я смогу с ним говорить. И вот здесь вот как раз вот такой контакт, как сейчас, да, вот непрямое, непосредственное общение позволяет показать, что мы тоже люди, что ученые не ботаники, не завученные и не оторванные от мира, да. Что мы можем совершенно так же общаться, понимать интересы, говорить на одном языке. Единственное, что мы можем что-то дать и можем направить в каком-то направлении развитие, да, ребенка. И это тоже очень важно, чтобы вот не было вот этого барьера научности и ненаучности. Ну, первые впечатления очень положительные. То есть, действительно, у детей, у учащихся горят глаза, они готовы слушаться, готовы впитывать информацию, задают вопросы очень в большом количестве. Первые впечатления очень положительные. Ну, хотелось бы отметить такую очень приятную, да, так сказать, заинтересованность в первую очередь. Причем и, я бы сказала, в хорошем плане дисциплину. То есть, желание получать то, что, так сказать, можно получить и большое количество вопросов. То, что вот мы за такой совсем вводный курс уже видели достаточно много рук, которые тянулись и хотели спросить, это говорит о том, что есть активность, а это главное. Ну, я могу сказать, что у нас уже есть свои агенты влияния в детской среде. И именно с этого вопроса я начала сегодня встречу. Есть дети, которые были во Всероссийской историко-правовой школе. И они, я смотрю, сегодня уже в активе у вас здесь в лагере. Есть ребята, которые были в летней гуманитарной школе. И очень много ребят подняли руки, те, кто участвовал уже в олимпиадах и творческих фокусах. А это те ребята, которые уже поделились своими знаниями, поделились информацией. И вот сегодня уже, это не 15 человек, а 75 человек ребят, они приедут в школы, расскажут своим сверстникам, они расскажут учителям, родителям. Вот так, я думаю, что будет прирастать слава высшей школы экономики, как вуза, которые, так сказать, ищут по всей стране Ломоносовых. Ну и у детей, как сказали коллеги, да вот разрушатся эти барьеры. Они скажут себе, я могу учиться в одном из самых лучших вузов страны. Спасибо.